Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Хочу поделиться с вами событием из, так скажем, памятной археологии Москвы, из памятной топонимики, топонимики московских памятников и мемориальных досок. В чистом переулке дом 8, это на Пречистенке, рядом с домом ученых, и прямо наискосок резиденции Патриарха, несколько недель назад, 30 октября, открылась мемориальная доска. Но доска не простая, а практически единственная в стране, которая говорится, что жил человек в этом доме между арестами, 1934-1937 год. Речь идет здесь о Варламе Тихоновиче Шаламове. То есть впервые сейчас, ну уже после Вологды, в месте его рождения, в Москве отмечена память этого человека, я считаю, это только начало, она должна будет дальше как-то быть мемориализован, меморизован. Этот человек в Москве. Но вот это очень важное событие, и для нас это хороший повод поговорить о феномене Шаламова в нашем сознании, в нашей культуре, в нашей литературе. У нас в гостях Сергей Соловьев, доцент МГППУ, главный редактор журнала «Скепсис» и сайта шаламов.ру. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну вот я хочу понять, насколько память о Шаламове прописана в нашем культуре, так сказать, насколько она институализирована в нашей культуре. Есть сейчас полное собрание сочинений? Очень своевременный вопрос. Только что вышло семитомное собрание сочинений Шаламова, на данный момент самое полное. И седьмой том, который обозначен издательством как дополнительный, включает в себя значительную часть материалов, которые были опубликованы впервые. И это самое полное на данный момент собрание, но в архиве еще есть материалы, которые нуждаются в расшифровке. У Шаламова в последние годы жизни был очень плохой почерк из-за его болезней. И я думаю, что еще как минимум на один такой том этих материалов хватит, но это довольно большая исследовательская работа. Из семи томов сколько составляют колымские рассказы? Мы же его знаем прежде всего как автора колымских рассказов. Это первые два тома. Два тома, то есть еще пять, еще наследие его фактически в три раза больше. Да, конечно. Чем колымские рассказы. И вот я думаю, что в этом смысле Шаламов великий, величайший, я готов это доказывать, русский писатель, но один из самых закрытых от нас русских писателей. Да, ведь Шаламовский канон, мне кажется, в нашем литературе ведения еще не сложился. Ведь нету, по-моему, еще книги ЖЗЛ. Есть. Книга в прошлом году появилась. А, в прошлом годов она вышла. Да, в прошлом году вышла книжка. Автор ее, один из самых глубоких исследователей Шаламова, влагжанин Валерий Васильевич Есипов, который уже более 20 лет занимается этой темой. Эта книжка вышла. И это тоже было такое довольно серьезное событие. Но если говорить о каноне в культуре или о таком регулярном, институционализированном в науке внимании исследователя, этого, конечно, нет. Потому что Шаламов, мне кажется, какая-то опасная тема. Все знают, ну, большинство знают, я уж уверен, что наши все слушатели знают, что есть такой Шаламов, что есть совершенно фантастический текст под названием «Колымские рассказы», и, как мы сейчас понимаем, гораздо больше, чем «Колымские рассказы». Но как-то боятся его трогать. Шаламов – это какая-то большая и очень больная тема, которую люди отодвигают на периферию сознания, вот, типа, лучше об этом не знать. Вот есть такая вот, вы чувствуете какой-то такой страх перед Шаламовым? Тут есть два разных момента. Момент первый. Знаете, по воспоминаниям поэта, очень плохого поэта Владимира Леоновича, который при жизни Шаламова не знал, но так получилось, что он нес гроб с его телом в 82-м году, когда его хоронили на Кунцевском кладбище. Так вот, когда он хотел почитать Шаламову, то Лидия Корневна-Чуковская, его хорошая знакомая, молодому поэту не советовала этого делать, что он будет настолько потрясен этим текстом, что, возможно, это отрицательно скажется и на его душевном спокойствии, и на его поэтических способностях. Конечно, Колымские рассказы — текст травмирующий, и автор это, безусловно, понимал, и автор делал это совершенно сознательно. Собственно, та поэтика новой прозы, выработанная Шаламовым, уникальная поэтика, которую сейчас достаточно активно исследуют, прежде всего на Западе, но и у нас уже тоже, она была построена для того, чтобы выразить опыт для человека, который в нечеловеческой ситуации не был, но этот текст должен был человека в эту ситуацию погрузить, поэтому это страшные тексты. Шаламов здесь ставил целью причинить боль читателю? Я не знаю, насколько можно это формулировать таким образом, но то, что его задача, он прямо об этом писал в своем очерке из воспоминаний о Колыме, под названием «Язык». Его задача была рассказать об этом опыте, а для этого прежние формы литературного выражения не годились. А в чем новаторство его формы? Для меня это такое абсолютно то, что больше всего потрясло. Я здесь согласен с Лидией Корневной-Чуковской. Я не поэт, не знаю, так сказать, талантливый или бесталантный. Вообще не поэт. Но на мою психику эта книга, может быть, самая сильная в жизни, произвела вот из всего, что я прочел. Вспоминая колымские рассказы Шаламова, они меня просто перевернули, и я очень много поменял в своей жизни после этой книги. И вот для меня самая сильная в Шаламовской прозе ее остраненность, ее бесстрастность. Тот язык, как бы, хроникера, человека наблюдающего, который самые страшные глубины человеческого падения, самые страшные глубины бесчеловечности описывает совершенно вот без вовлечения в них. Это тоже прием, конечно же, литературный, но, помимо всего прочего, в Шаламовской прозе сбиваются все прежние каноны. Ну, самый известный пример, классический, когда вы открываете второй рассказ первого цикла, первая строчка. «Играли в карту у Коногона Наумова». Это перефразированный пиковая дама, конечно же. «Играли в карту у Коногвардейца Наумова». И это не единственная подобная аллюзия, которую обычный читатель часто не замечает. Так, на заднем плане, что-то такое где-то я слышал. Но берется некий культурный код, который переворачивается, выворачивается наизнанку, и выясняется, что те прежние нормы, к которым привык читатель, они не работают в этой атмосфере, в этой среде, о которой пишет Шаламов. Сбивается хронология в колымских рассказах. То есть вы читаете, и вроде бы есть некая хронологическая линия. На самом деле рассказ, там, пятый, да, может на самом деле событие в этом рассказе на самом деле происходить в самом конце цикла и так далее. Это делается именно для того, чтобы человек, который, конечно же, не ощущал того голода, той потери человеческих свойств и качеств, которые испытывает человек доходяга в колымском лагере, для того, чтобы он сумел, ну если не представить, то, по крайней мере, ощутить эту ситуацию. Но при всем при этом, сразу же, да, нужно сказать, что Шаламов-то написал парадоксальную вещь. Написал как-то, что в колымских рассказах нет ничего, что не было бы преодолением зла, торжеством добра, с литературной точки зрения. Это та мысль, которую стоит иметь в виду, когда мы высказываем суждение о колымских рассказах как о совершенно беспросветном ужасе. Это, как минимум, не совсем так. Но это один момент, да? Ну, я да, я вспоминаю какие-то моменты, которые действительно являются, ну, естественно, от этого сланик кедровый, да, который встаёт после всего, после всей этой зимы, после того, так сказать, этих завалов, которые случаются. Какие-то вот эти вот невероятно пронзительные проблески. Или вот, не знаю, для меня, вот это один из последних рассказов, паровозный дым, вот это вот, как он слышит, паровозный гудок, и вот это ощущение возвращения, его счастье вдруг, втиснувшегося в это месиво человеческих тел в вагоне, оно совершенно пронзительное. Или рассказ «Сентенция», когда... Да. Посвящённый, кстати, Надежде Яковлевне Мандельштам, когда человек, казалось бы, потерявший человеческий облик, проникает обратно в человеческую культуру, отмораживается, да, размораживается, и вспоминает слово. Кстати, что интересно, у узника Освенцама, у Примы Леви, в целом ряде пунктов, есть буквально текстуальные совпадения с Шаламовым, именно при описании ситуации лагерных и ситуации выхода из этого лагерного отчуждения. А, кстати, вопрос. Есть ли нечто похожее об опыте Освенцама? Ну, вот Примы Леви, прежде всего. Примы Леви. То есть для меня, конечно, это прежде всего Примы Леви, но есть ещё Эмри Кёртес, есть Хорхес Эмпрун, но если говорить о близости с Шаламовым, то для меня это, безусловно, прежде всего Примы Леви. Там такой же бесстрастный рассказ о всём происходящем. Это другая литература. Это скорее ближе к эссеистике. Это менее литература, чем Шаламов. То есть, конечно же, Примы Леви не вырабатывал того языка, но есть общие черты в передаче этого лагерного опыта, есть общие выводы о человеческой природе и о конкретных наблюдениях, например, о тех людях, которые дольше всего держались в лагерях, которые их хранят между собой. А кто по Шаламову и по Левию дольше всех держался в лагерях? Ну, по Шаламову известно, да, сектанты и религиозники. Леви к ним добавляет раввинов и коммунистов. Ну, то же самое, собственно. То есть, люди, у которых вела идея веры, которые понимали смысл своего страдания. Потому что один из самых жестоких уроков лагеря, то что большинство были, как писал Шаламов, мученики, но не герои. Большинство не понимало, что происходит и за что они там оказались. Ну да, предание смысла страданию, предание смысла боли помогает ее выдержать. А для самого Шаламова в этом был какой-то смысл? В том, что с ним произошло? Вот у него была какая-то изначально философия, ведь он же первый раз не случайно, он же за Троцкого сел. Ну, если быть точным, то скорее за Ленина, поскольку он был арестован... Да, за завещание, да. Да, за распространение завещания Ленина, письма к съезду на подпольной типографии был арестован. Но Шаламов был участником левой оппозиции в 20-е годы. Он троцкист был, как я понимаю. Сложно сказать, спор уже есть среди исследователей, можно ли назвать Шаламова троцкистом, но он был участником оппозиции большевиков-ленинцев. Троцкизм — это ярлык, который к ней приклеила уже сталинская карательная система. Конечно. И есть его письмо из Вишерского лагеря, в котором он выдает настоящая кредо этой оппозиции, уже будучи заключенным. Из первого своего лагеря, Вишера, на Северном Урале. В чем оно заключается? Ну, когда он пишет о необходимости восстановления внутрипартийной демократии, он осуждает, разумеется, высылку Троцкого и расправу над троцкистами. И это письмо, на самом деле, тоже ставит Шаламова особняком, потому что он не принадлежал к той части сторонников этой оппозиции, которые в какой-то момент капитулировали. По разным причинам, и эти причины отнюдь не являются поводом для осуждения этих людей, но тем не менее, Шаламов был из тех, кто не отступил. То есть он такой идеологический коммунист вот этой вот старой большевистской ленинской закалки? Это и поколение другое. Это поколение 20-х годов. Это молодежь, которая пришла в 20-е годы и которая считала себя, если не обобщать говорить о Шаламове, он считал себя наследником традиции русской революционной интеллигенции. И, как мне кажется, он не делал принципиальных различий насчет того периода, не знаю, мало источников, но после Колымского время он точно не делал различий между эсерами, о которых он писал, как у партии трагической судьбы, между большевиками и антисталинцами. Для него важна была вот это сохранение этой этики, этой традиции, которая подразумевала самоотверженность, жертвенность и при этом принципиальный момент соответствия слова и дела. То есть он в этом смысле, это ему помогало выжить в лагере, то есть он подпадал более-менее под это. Ну, он не был религиозным, мы об этом еще поговорим, но он был все-таки движим некой идеей, неким первичным идеалом коммунизма. Насчет коммунизма сложно сказать, действительно сложно сказать, потому что от оппозиции он отошел в 30-е годы, он не участвовал в троцкийской оппозиции в 30-е годы, не поддерживал троцкийских контактов, он сам об этом пишет, не между первым и вторым сроком, не после второго срока. И насколько можно судить из как раз недавно совсем опубликованных его воспоминаний о его близком друге студенческом Якове Градзенском, пытки установить такие контакты с ним были, но то, что его левые социалистические идеалы сохранились, это точно совершенно, это прослеживается очень хорошо по его записям и 60-х, и 70-х годов. Вплоть до смерти он оставался человеком левых убеждений. Да, но привязать к нему какой-то четкий идеологический маркер не удастся. И в этом, кстати, возвращаясь к вашему первому вопросу, одна из причин, почему Шаламов до сих пор не в каноне и фигура, сохраняющая подозрительность, неудобство. Он не вписывается в идеологические рамки. Для ностальгирующих по советскому периоду, ну как же, да, сознательный борец со сталинизмом. Для тех, кто относит себя к диссидентам и сторонникам, он с диссидентским кругом в определенный момент очень жестко порвал, и у него есть целый ряд нелицеприятных высказываний об этом круге. Он по этим же причинам, не только по ним, порвал отношения с Александром Саевичем Служеницыным, который предлагал ему соавторство над архипелагом ГУЛАГом ни много ни мало. Он не вписывается ни в либеральный идеологический канон, ни в официозный советский, тем более. Ни в диссидентский. Ни в диссидентский. Да. Продолжим наш разговор о великом Шаламове, который выламывается из всех и всяческих канонов после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев. И сегодня у нас гость Сергей Соловьев, главный редактор журнала «Скепсис» и сайта «Шаламов.ру», доцент МГППУ. Говорим мы о Шаламове, об его уникальном опыте, человек, по которому катком проехался весь советский 20 век, по ему, по его семье, по его отцу, священнику. Но о том, что он извлек из этого опыта. Вот здесь, конечно, две цитаты я хочу сравнить, которые всегда сравнивают, и вы эти имена уже назвали. «Солженицын, благословение тебе, тюрьма». И Шаламов, что лагерь от начала до конца это абсолютное зло, растление человека, страдание никого не сделало чище. Проповедники очистительной роли страдания пусть сами проверят свою теорию на практике. Вот это вот противоречие между вот этим «Солженицын», вот этой извечно еще идущего от Достоевского мысли об очистительной роли страдания и абсолютное отрицание тюрьмы как зла Шаламовым. Важное уточнение. Есть потрясающий текст Шаламова. Это 46 тезисов под названием «Что я видел и понял в лагере». И пятый тезис, я его процитирую. «Понял разницу между тюрьмой, укрепляющей характер, и лагерем, растлевающим человеческую душу». Шаламов противопоставляет тюрьму. Более того, у него есть фраза «Русская интеллигенция без тюремного опыта не вполне русская интеллигенция». Ах, у него есть это. Лагерь – это совершенно другая вещь. Шаламов писал как о счастливом времени о своем пребывании в бутырской тюрьме. Да, да, я помню. Разговоры с большевиками, с СССР. Да, да. Да, собственно, этот рассказ называется один из рассказов, повествующий о его пребывании в Бутырке «Лучшая похвала», которым ему дал СССР по рассказу генерального секретаря общества политка Таржан. На самом деле, этот человек не был генеральным секретарем общества политка Таржан. И сейчас мы пытаемся разобраться в этой истории. Кто он был, да. Он был членом общества политка Таржан, некий эсэр, правый эсэр Андреев. Но Шаламову, как мне кажется, здесь была важна такая передача эстафеты дореволюционной, радикальной интеллигенции, до интеллигенции, точнее, до сталинской, к нему. Андреев ведь это один из масок автора. А потом эта фамилия появляется, да. Уже в Колымских рассказах. Крист, по-моему, да, он себя там называет. И Андреев. Андреев и от первого лица тоже. И фамилия Шаламов тоже присутствует. Так вот, лучшая похвала-то заключалась именно в том, Шаламов, вы можете сидеть в тюрьме. В этом смысле Шаламов очень высоко ставит опыт революции подполья. Он пишет, что как не нужен писателю военный опыт по Хемингуэю и как нужен по Достоевскому в том числе, да, опыт революции подполья, который у него самого лично был по 20-м годам. Но лагерь – это другая история. Лагерь растлевает человека. И здесь Шаламов подчеркивает и показывает, и в этом смысле актуальность Шаламова остается, к сожалению, еще и такой узкополитической, можно сказать, узкосоциальной. Он подчеркивает истливающую силу блатного мира в лагере и принуждение к физическому труду. Вот это еще один из мифов нашей интеллигенции. Развенчивается здесь о том, что, ну, толстовский миф – физический труд как благо. Да, Толстой из канонизированных русских писателей для Шаламова, наверное, едва ли не самая отрицательная фигура. Почему? По ряду причин. Но вот это преклонение, идеализация народа, при том, что Шаламов очень высоко ставит народников и народнический опыт, у него есть потрясающий текст в цикле «Воскрешение лиственницы» «Золотая медаль» о Наталье Сергеевне Климове, члене партии эсеров-максималистов, участнице покушения на Столыпино». Шаламов был близко знаком с ее дочерью Натальей Ивановной Столяровой, активной деятельницей диссидентского движения. Так вот, Шаламов при всем при этом идеализацию народа считал грубой ошибкой русской классической литературы. И у него есть тоже известная фраза из «Четвертой Ологды» «Пусть мне не поют о народе, не поют о крестьянстве, не поют о том, что интеллигенция перед кем-то виновата». Народ, если такое понятие существует, бесконечно виноват перед своей интеллигенцией. Но имелось в виду интеллигенция, разумеется, вот та, да, которой на самом деле, это можно констатировать, в послесталинский период в нашей стране не существует. Гениальные слова, я думаю, практически никто другой не мог их сказать, это никогда не звучит. Вот это наш неизбывный комплекс вины перед народом из попытки понять народ, Шаламов это отвергает на корню. Вот важно иметь в виду, что Шаламов с его опытом имел право это говорить. Да. То есть, когда это звучит в устах, как писала Наталья Климова в своей письме перед казнью, либеральствующего барина, это имеет такое пошлое звучание, не имеющего никакого отношения к шаламовскому пафосу. Шаламов об этом говорит совершенно в конкретном контексте, да, говоря о гибели той, с его точки зрения, с моей тоже великой попытки освобождения, которую несла с собой русско-революционная интеллигенция, которая погибла в этой попытке. Ну да, так что в этом смысле Шаламов не идеализирует народы, точно так же он не идеализирует и абсолютно на корню подрубает миф о плотных. То, что вот сейчас, мне кажется, это особенно важно, когда пошла вся эта гармонизация блатника, шансона, вот это вот все в наше время. Он, по-моему, самые жесткие слова для них приберегает. Карфаген должен быть разрушен, блатной мир должен быть уничтожен. Это заканчивается, этим заканчиваются очерки преступного мира. Шаламова, пожалуй, та литература, которую, ну, студентам стоит читать, гуманитариям уж точно, и думаю, что не только гуманитариям, в обязательном порядке я не скажу, но рекомендовать стоит. Конечно. И Шаламов фактически предсказывал возможное возвращение этой блатной инфекции, распространение этой блатной инфекции в обществе, и так оно и получилось. Почему оно так получилось, как вы считаете? Что у нас нет иммунитета, или что Россия вообще одна большая тюрьма и остается таковой в этом смысле? Люди очень как бы подвержены? Думаю, что нет. Думаю, что просто в определенный период с конца середины, возможно, 80-х годов, началось это еще в позднесоветский период, конечно же, блатной мир каким-то замечательным образом стал сочетаться с такой идеализированным представлением о западном капитализме. И вот эта блатная мораль, которая замечательным образом отражается вот в этих фильмах, обозначаемых чернухой, рубежа 80-х, начала 90-х годов. Блатная мораль очень простая. Умри ты сегодня, а я завтра. Вот она стала распространяться. После нас хоть потоп и вот так. Либо я, либо никто. Такой социал-дарвинизм. Конечно. Конечно. Вот этот социал-дарвинизм блатной, он, с одной стороны, казалось бы, это было то, что было взято у какой-нибудь там, ну, я, может быть, несколько резко выражусь, какой-нибудь энрейт, или там, апологетов неолиберализма, а с другой стороны, эта же логика мы наблюдаем в шаламовском описании блатного мира. А Бейн Рейн у нас был в свое время здесь эфир, который всколыхнул души многих ее поклонников, там до сих пор не прекращаются интернет-дискуссии по этому поводу. Но интересно, что здесь вы ее упоминаете вот в контексте этого блатного мира. Но с другой стороны, смотрите, тюрьма, тоже очень интересные пророческие слова Шаламова, что, как он сказал, русский интеллигент не может считаться состоявшимся... Русская интеллигенция без тюремного опыта не вполне русская интеллигенция. Не вполне русская интеллигенция, потому что, глядя на самые, может быть, сильные и пронзительные тексты о современном состоянии России вот последних лет, я думаю, это и Ходорковский, и письмо Толоконниковый с Мордовской зоны, потому что, собственно, их положение сообщает их словам какую-то дополнительную легитимность, дополнительный вес, что это не либеральные, вот эти либеральствующие бары и бары, которые вещают с трибун московских протестных митингов, а это люди, которые могут подкрепить свои слова чем-то. Вы знаете, здесь разговор, конечно, отходит от Шаламова, поскольку мне трудно себе представить, чтобы в его душе нашкла отклик деятельности группы «Пусси Райт», например, но... Но речь идет о функциональном положении диссидента в общекультурном контексте. Ну, кстати говоря, отношение Шаламова к диссидентам тоже известно, и, конечно же, тот лагерный опыт, через который прошел Шаламов и то, что происходило позже, это все-таки принципиальная разница при всем том, что, конечно же, невозможно не испытывать сочувствие к человеку, который находится внутри этой все равно нечеловеческой, античеловеческой системы. Но если выходить за пределы разговора о Шаламове, тут есть, с моей точки зрения, одно искажение восприятия, которое у меня вызывает живой протест. Понимаете, о Ходорковском и о Толоконниковой стали говорить о десятках, сотнях, например, профсоюзных активистов, которым подбрасывали наркотики, которых забивали бандиты в 90-е годы, в том числе до смерти, которых отправляли на зону по высшим, по высшим, с пальцем обвинениям, про них не говорили ровным счетом ничего. И даже сейчас довольно громкая история Валентина Урусова, отсидевшего за попытку организации профсоюза, а на самом деле за попытку организации профсоюза в алмазной компании, а формально за распространение наркотиков, она известна куда меньше. И вот это искажение восприятия, с моей точки зрения, во-первых, идеологически нагружено, а с другой стороны, попросту аморально. Ну да, в этом соотношении тюремный опыт, он тот, что мы сейчас ассоциируем с теми репрессиями, конечно, он гораздо шире того, о чем мы рассуждаем. Но вот интересно тоже, что Шаламов пишет же свои вечерние беседы, как я понимаю, вот это вот вошло в новый семитомник Шаламова. Это я не читал, и вот я очень хотел бы с этим текстом ознакомиться. Это его диалоги, вымышленные диалоги с российскими писателями, которые происходят в тюремных камерах, да? Да. Кто там у него сидит в тюрьме? Русские лауреаты Нобелевской премии. Вунин, Шолохов, Пастернак и Солженица. Ну, Бродский тогда еще не получил Нобелевскую премию. Как бы советская власть, за исключением Шолохова, была бы рада все это видеть? И это беседы. Да, На самом деле, человек знакомый с записными книжками Шаламова, с его эсэистикой, он найдет там много мыслей, они там сконцентрированы. Это, конечно, не цельные пьесы, это наброски, но это производит впечатление, безусловно. И Шоломов там парадоксальным образом сталкивает совершенно разные мировоззрения и литературные, и политические, и разные контексты. И для, скажем так, проблемного восприятия русской и истории 20-го века, и литературной 20-го века, я думаю, вскоре эти наброски пьесы станут просто обязательными. Это целая пьеса, которая просто в четырех действиях таких? Это наброски отдельных сцен, но сами эти сцены выглядят достаточно законченными. Надо сказать, что мои коллеги Валерий Васильевич Есипов, так сказать, руководитель того коллектива, который готовил к переизданию шесть томов и работал над седьмым томом, и Сергей Юрьевич Агишев, вместе с ним занимавшийся непосредственно расшифровкой седьмого тома, они столкнулись с этой проблемой, о которой я сказал в начале, очень тяжело работать с почерком. Это часто карандаш, карандаш стачивающийся, это иногда вместо почерка по сути волнистая линия, и есть фрагменты, которые пока не поддаются расшифровки, или которые пока выглядят оторванными, и это еще предполагает дальнейшую исследовательскую работу. Это он писал уже в доме, в доме престарелых? Нет, в доме инвалидов он не мог писать физически уже. Это 70-е годы, середина 70-х годов. Это, видимо, последнее, или одно из последних его прозаических произведений, ну, с исключением еще каких-то набросков, потому что вскоре его состояние, да, он ослеп. И тяжелейшие же последние годы, я не думаю, может быть, не все, расскажите, не все наши слушатели знают трагические последние годы. Шаламов 70-е, 78-го года, по сути, уже не мог себя обслуживать сам. Ну, там приходили, ему помогали. Ведь начнем с того, что он пережил совершенно чудовищное отречение от колымских рассказов. Вот это вот письмо в литературной газете о том, что проблематика колымских рассказов снята жизнью. Это отдельная проблема и тоже на каждой конференции, связанной с именем Шаламова, на каждом вечере, почти на каждом, вокруг этой темы идут дискуссии. Его заставили это подписать? Это был вопрос для него какого-то физического благополучия, выживания? Тут, с моей точки зрения, целый комплекс факторов. Я не считаю, что это отречение от колымских рассказов. Дело в том, что Шаламов очутился для себя совершенно невозможной ситуации. Он в 60-е годы отправил колымские рассказы за границу. Там контекст этой истории до сих пор не полностью известен, но, конечно, он хотел, чтобы за рубежом вышла книга. Отчаявшись возможности опубликовать это здесь, колымские рассказы лежали в издательстве «Советские писатели». На них в деле две положительные рецензии, одну из которых написал Олег Волков, писатель-лагерник, тоже прошедший. В общей сложности там около 30 лет ссылок и лагерей. Кстати говоря, Волков в этой рецензии противопоставляет Шаламова и Служеницына, показывая, что Шаламов говорит куда больше и куда более важные вещи, чем говорит Служеницын. Сравнивая с одним днем Ивана Денисовича, это декабрь 62-го года. Да. То есть, это на самом пике вот этого Нового мира, Твардовского и вот этой вот оттепели. Да. А Шаламов, надо сказать, что в Новом мире это работал, только работал рецензентом самотека внештатным. То есть, он графоманию оценивал и писал ответы авторам. И что для него, конечно, часть этих рецензий, внутренних рецензий для Нового мира, она в седьмом томе тоже опубликована. Так вот, Шаламов столкнулся с следующей ситуацией. Его рассказы публиковались в новом журнале Романом Гулем, редактором эмигрантского нового журнала в Соединенных Штатах. Из номера в номер, по несколько штук. Гулех еще и правил на свой вкус, поскольку шаламовская поэтика ему была глубоко чужда. И сейчас вот исследователь Яков Клотц очень подробно эту историю Гулевской публикации экономских рассказов раскопал. Надеюсь, скоро эта статья будет опубликована. Книги нет. Зато есть использование его имени и выстраданных им текстов в идеологических целях ему глубоко чужих. Дело дошло до издательства «Посев», а Шаламов по своим взглядам не мог ничего общего иметь с издательством «Посев». Да, НТС. С НТС, конечно же. А в свою очередь для советской ситуации с 70-х годов это означало для него действительно запрет на публикацию. У него лежала в издательстве книга стихов, которая не двигалась. И он ощутил, что его используют. А для него и для его характера это вечно совершенно невозможно. И в этой ситуации он пишет это письмо. Как писала в воспоминаниях Ирина Павловна Сиротинская, он эту историю переживал, тяжело переживал. мне кажется, что он не так просто не мог предположить того резонанса, который его письмо среди, в том числе, сочувствующих ему людей вызовет. Его же с женой произошел разрыв из-за этого? Нет, 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 не с женой, конечно же. С женой с Ольгой Сергеевной Неклюдовой, второй его женой, они развелись еще в 66-м году. Но в тот момент кто с ним был рядом? Вдруг Ирины Павловны Сиротинской они до 75-го года находились в дружеских отношениях, но, конечно, на их отношения это тоже повлияло. Но дело в том, что Шаламов с моей точки зрения, здесь не все мои коллеги меня поддержат, он считал, что это некий тактический маневр с одной стороны. С другой стороны, безусловно, он не хотел, чтобы его использовали в целях Холодной войны. Он же напишет, что Пастернак был жертвой Холодной войны, а вы, обращаясь к Солженицыну и ее орудия, быть этим орудием для него тоже было совершенно неприемлемо. Это был один из пунктов, по которым наступил его разрыв Солженицына. Да, а Солженицын отреагирует на это письмо утверждением Варлам Шаламов умер. А Шаламов, как известно, еще был жив достаточно долгое время. И он напишет записки свои относительно этой фразы Солженицына. Начав нашусь с фразы, я с гордостью принимаю вашу похоронную шутку в мой адрес. Я считаю себя первой жертвой Холодной войны, павшей от вашей руки. Ну что ж, такой очень необычный факт. Честно скажу, я о нем не знал. Мы продолжим наш разговор о Варламе Шаламове с Сергеем Соловьевым после перерыва. И снова добрый вечер. Программа Археология в студии Сергей Медведев. У нас в гостях сегодня Сергей Соловьев, Десцент МГППУ, главный редактор журнала «Скепсис» и сайта шаламов.ру. Говорим мы о Варламе Тихоновиче Шаламове, о его месте в русской культуре, об уникальном опыте, который он пережил. Ну, уникальный, не уникальный, для миллионов, сотен, тысячи миллионов наших сограждан. Он был тем травматическим опытом, который был пережин, но об уникальной переплавке в совершенно особого качества литературу. И как она вошла в нашу культуру. Ну, вот мы остановились на вот этой размолвке двух кениев Шаламов Солженицын. Варлам Шаламов умер, написал. Солженицын, когда Шаламов был еще жив. Здесь что? Здесь не было ли еще какой-то зависти, может быть, ревности того, что Солженицын хотел быть как бы хранителем этого гулаговского наследия в одиночку? Мне кажется, что этот мотив был. Трудно судить, но мне кажется, что да. Кстати, Шаламов многие обвиняли в зависти к успеху Солженицына. Считали, что он поэтому очень грубо о нем высказывается, что поэтому он заставлял некоторых своих знакомых сделать выбор либо он, либо Солженицын. И в этой симпатии к Солженицыну некоторые видят одну из причин разрыва с кругом Надежды Яковлевна Мандельштам в 68-м году. Но мне кажется, да, Шаламов напишет, что такой человек, как Солженицын, недостоин писать о Колыме. Конечно, для Шаламова использование этой темы в идеологических, политических целях это, во-первых, цинизм, во-вторых, опять-таки, это аморально. Шаламов, вот я пытаюсь понять, у него была какая-то сверхзадача, сверхцель у Колымских рассказов то, что он писал о Колыме? Донести эту правду, донести этот опыт страдания, то есть он видел свою роль как некого, я не знаю, пророка, который видел страшное, да, как откровение Иоанна Богослова, который видел сцены Апокалипсиса и сейчас должен об этом рассказать. Пророк нет, пророк это к Солженицыну как раз, это вот он примерял на себя эту пророческую току. Но здесь не пророк, а именно пророк в том еще как свидетель. Свидетель, да, отчасти, но мне кажется, что этот опыт, который уже состоялся, пусть он отрицательный, но он влияет так или иначе на культуру, на общество. Он должен быть описан, он должен быть в ней находиться в определенном контексте. То есть это некая онтологическая реальность, некое совершенное абсолютное зло, которое совершилось, да, и которое должно быть рассказано людям. Просто процитирую фрагмент из его очерка о новой прозе, о своей прозе. Писатель, не наблюдатель, не зритель, а участник драмы жизни. Участник и не в писательском обличье, не в писательской роли. Плутон, поднявшийся из ада, а не орфей, спускающийся в ад. Выстрадная собственной кровью выходит на бумагу как документ души, преображенная и освещенная огнем таланта. Там он, кстати, подчеркивает, что все его повторы в колымских рассказах многочисленные, сделаны не по небрежности, не по торопливости, а совершенно специально. Плутон, поднявшийся из ада. Невероятно сильный образ. И, соответственно, его новая проза, это как бы, не знаю, для меня Шалам, вот Мандельштам писал об Андрея Шинье, что тоже это некое преодоление такой уже опыта литературы. Для меня это какая-то уже сверхлитература, да, не литература, потому что мне кажется, что вот этот опыт свидетелей, он действительно ближе для меня к какому-то апокалиптическому. Апокалипсис это все-таки некая такая экзистенциальная проза, не проза, свидетельство, чем литературный опыт. И вот этот опыт сверхлитературы, я даже не знаю, он кем еще востребован, вы называли Освенцимское здесь свидетельство, но вот у нас, скажем, я не знаю, там Алексеевич, Светлана Алексеевич как-то пишет вот эти вот бесстрастные вещи, Адамович может быть. Шаламов писал, говоря о главном нерве колымских рассказов, да, разве уничтожение человека с помощью государства не главный вопрос нашего времени, нашей морали, вошедшей в психологию каждой семьи. Уничтожение человека с помощью государства. Колымские рассказы не только об этом, как я уже говорил, это действительно экзистенциальная проблематика бытия человека там, где человеческого быть уже не может. Но поскольку этот опыт 20 век воспроизводят раз за разом, тот же Шаламов писал, что каждый расстрел 37 года может быть повторен, да, то это остается актуальным, и колымские рассказы, они заставляют воспринимать этот опыт как реальность. И с моей точки зрения, Шаламов не надеялся никого воспитывать, у него же была одиннадцатая заповедь, десять заповедей христианских, и одиннадцатая не учи ближнего своего, который он, правда, сам в собственном общении не соблюдал. Не соблюдал. Но, тем не менее, как мне кажется, это чтение и это понимание может подготовить человека и к восприятию собственного прошлого, прошлого общества, не только российского. Хотя, опять-таки, тот же Шаламов считал, что поэзия непереводима и такого рода проза тоже вряд ли переводима. Правда, сейчас уже есть замечательные переводы Шаламова, например, на немецкий язык, и в Германии Шаламов очень активно читаем. Он воспринимается и в свете немецкого опыта, тоталитарного. Конечно, но при этом замечательная переводчица Габриэля Лойполь специально отказалась от использования терминологии нацистской лагерной в изображении лагеря гулаговского, сталинского лагеря. Вышло уже пять томов этого собрания сочинений на немецком языке, и он читается, он обсуждается, он уже вошел в контекст современной немецкой литературы, что вообще для нового автора и ранее практически неизвестного редкость. Ну, это, мне кажется, абсолютно немецкая тема с ее вот этой вот Лустам-Лайденшафт, страсть к страданию и опыту духовной переработки страдания к тому, что все, чем немцы занимались последние 60 лет, может быть, да, вот эта вот гюнтерграссовская традиция, бюлевская традиция, она очень важна и понятна немцам. Ведь недавно, по-моему, выставка в Берлине, я у вас на сайте читал, или сейчас еще идет, да? Да, она открылась, и, кстати, выставка замечательная, и я очень надеюсь, что она приедет в Москву, потому что она представляет Шаламова достаточно полно и одновременно и для тех, кто уже что-то читал и знает, и для человека, который в первый раз придет увидеть эти фотографии, эти фрагменты рукописи, эту историю. Но это не только Германия, если говорить о Западе, это Италия, это Франция. К сожалению, вот с Шаламовым на английском языке есть целый ряд проблем, фактически, полноценного полноценных текстов Шаламова на английском до сих пор. Практически не существует, хотя сейчас еще один замечательный переводчик русской поэзии, прежде всего, и литературы на английский, Роберт Чендлер, который перевел Платонова и Гроссмана на английский, он переводит сейчас Шаламовские стихи для антологии русской прозы на английском языке. Но стихи пока что колымские рассказы, но есть, наверное, переводы колымские? Есть переводы, но эти переводы делались как раз по правленным, неполным изданиям романа Гуля. Ну да, то есть вот это вся эта американская история. Но вот мне кажется, очень интересно все-таки сравнить российский и немецкий опыт в этом отношении, то, что Шаламов все-таки почему так с опаской у нас к нему относится, потому что он выламывается из какой-то русской традиции разбора к собственным прошлым, признание существования зла. Вот мы как дети, мне кажется, не можем принять эту шаламовскую позицию о том, что есть зло, это зло абсолютно, оно было в нашей истории, пока мы его не проговорим, пока мы его не заговорим, оно будет постоянно повторяться. Немцы вот это вот какое-то воспитание, духовную школу уже прошли, но пускай это было в какой-то степени навязано, но все равно это был достаточно искренний и долгосрочный акт раскаяния. А в России вот это вот шаламовское начало, но особенно сейчас, последние 10 лет оно совершенно не прививается. По опыту работы сайта могу сказать, что число читателей растет, причем вне какого-либо официального контекста, и для меня это очень важно. У вас очень хороший сайт, хочу здесь в эфире поблагодарить, и причем, вы знаете, он очень постоянно наполняется, обычно такие сайты, там, знаете, последняя запись два года назад или там месяц назад, у вас чуть ли не ежедневные апдейты идут последние, вот там ноябрьские и так далее. Спасибо. Шаламов.ру У нас очень хорошая команда, кстати, интересный момент, человек, один из создателей этого сайта, программист, он, Иван Харламов, он начал его делать, находясь на службе в российской армии, так получилось, что он там оказался, и вот будучи на службе, он уже начал программировать сайт Шаламова. Я думаю, что это уникальный пример. Как раз, да, благословение тебе тюрьма, да, как раз получается, внутри вот этой, находясь внутри вот этой машины. Ну, вы знаете, и здесь мы вышли на такую вещь, которая, мне кажется, опять-таки, Шаламова очень сильно отстраняет от русской традиции. Это антология зла, потому что, вот для меня, Шаламов, чем он уникален? Потому что вся русская литература нам на протяжении 19-го и советская на протяжении 20-го века говорила, что человек по природе свой добр, и нужно найти вот это вот доброе начало в человеке, да, нужно вот этого чеховского человека с молоточком найти, который будет стучать и говорить о том, что все хорошо. Ну, а социореализм, конечно-то, вообще уже институализировал добро и надел нам всем розовые очки. И вот Шаламов, по-моему, единственный, в отличие от нелюбимого им Толстого, в отличие от Достоевского, говорит, что человек не добр, а зол. Он дает вот эту вот картину абсолютного зла, которую у нас практически больше никто не давал. В западной литературе может быть в модернизме западном, у Кавки, у французов у многих, там, за злом Батай работали, Жене, еще кто-то. А вот это вот, так сказать, вот он как раз у Виктора Ерофеева в антологии «Русские цветы зла» представлен Шаламов, очень же начинается эта антология шаламовских рассказов. Так что, вот мне кажется, что здесь Шаламов идет в разрез вот с этой вот русской гуманистической традицией. С гуманистической традицией, безусловно, сам это постулировал, сам это утверждал. Он, вот этот первый тезис уже цитированный мною списка, что я видел и понял в лагере, понял чрезвычайную хрупкость человеческой культуры, цивилизации, человек становится зверем через три недели при тяжелой работе, холоде, голоде и побоях. Кстати, очень многие как раз с этим не могут смириться. Но при этом Шаламов на этом не ставит точку. Мне опять кажется, что здесь он и в эту логику не вписывается. Мы открываем колумбские рассказы и мы видим там гимны, написанные в жанре жития святых людям, которые выступили как борцы против этой системы государственного насилия. Бунт майора Пугачева. Последний бой майора Пугачева. Да, вернее, последний бой. Последний бой майора Пугачева, который опять-таки отсылает целым рядом аллюзии к классической русской литературе, в том числе к Пушкину, разумеется. Это... К Пугачеву? Ну да, да, конечно. Это золотая медаль о Наталье Сергеевне Климовой. Это, как ни странно, одно из его проявлений поздней прозы, попытка написать, опубликовать даже очерк о Федоре Раскольникове, который выступил с открытым письмом Сталину в 1938 году с осуждением репрессий, будучи большевиком и героем гражданской войны. Есть вот эти образы людей, которые не сломились и одновременно есть постоянная попытка связать... Он прямо это писал в письме Надежде Яковлевне Мандельштам, что порвалась связь времен и наша задача связать концы этой нити через вот этот провал сталинизма и восстановить эту этику совпадения слова и дела. Очень важная вещь для меня и для многих моих коллег. Именно это, наверное, делает Шаламова постоянно актуальным в самых разных проявлениях его наследия. Это касается и поэзии. Шаламов ведь как поэт у нас тоже не воспринимаем пока. Пока. Я считаю. А поэт он замечательный. Насколько он сам оценивал свои стихи и колымские рассказы? Что он ставил себя, он прежде всего, кем считал? Поэтом. Поэтом. И его... Ну, это банально прозвучит, но его колымские рассказы это проза поэта, конечно же. Насколько вообще имеет право на существование эта формулировка? И у него есть настоящее стихотворение в прозе в колымских рассказах. Да, она очень ритмизована, она очень певучая, его проза. Она вот, действительно, так сказать, вот это сравнение с Ложенициной, конечно, читаешь, спотыкаешься все время. А вот у Шаламова не пропета его рассказы. И более того, Шаламов же еще о том тоже очень... о чем очень много. Он сам писал, о чем очень мало знает современный читатель, он же еще и теоретик поэзии. Не знал. У него есть эссе, посвященное поэзии, особенностям русского стиха. У него есть научная работа под названием «Звуковой повтор поиск смысла», опубликованная в 1976 году в одном из сборников близких Московско-Тартусской школе. В полном виде этот текст тоже вот в седьмом томе собрания сочинений воспроизведен. И где Шаламов выступает наследником традиции русского формализма, который он очень высоко ставил. Он читал все эти сборники, он участвовал активно в литературных спорах 20-х годов. И вообще поэтика Шаламова, его эстетика, она идет именно из этого периода. Ну, он сам себя называл наследником русского модернизма Андрея Белова и Андрея Ремезова в литературном плане. Алексея. Алексея, конечно же, да, Алексея Ремезова. И он очень много вынес из этих споров разных кружков, школ 20-х годов. Очень интересно, да. Мне в голову действительно не приходило как-то вот это провести линию от Белого к Шаламову. Шаламов настолько для меня самостин, самостоятельный, как такая глыба в русской культуре. Ну, действительно, да, он идет из 20-х. И, собственно, и в политических своих воззрениях, да, он наследник вот этого вот авангарда большевистского. и в поэтических так же. Ну, он в этом смысле действительно авангардист получается? То есть у него была как-то идея трансформации, преобразования мира, создания нового человека? Нового человека... Нового человека это скорее к Платону, наверное. Хотя, кстати, для меня в русской литературе 20-го века вот эти две вершины Шаламов и Платонов, они перекликаются, и во многом они друг с другом ведут такой заочный диалог, как мне кажется. Есть какие-то взаимные отсылки, перекрестные ссылки? Очень мало у Шаламова, Платонов, я, конечно же, Платонов умер, да, в 50-м году, поэтому Шаламов он читать не мог и ничего о нем знать не мог. Да. А у Шаламова есть, есть немного, но он Платонов читал, ставил высоко, но читал, видимо, далеко не все, поскольку как раз тогда это только-только началось началась публикация. Так что он в этом отношении, конечно, авангардист, но, может быть, да, не совсем новый человек, но, по крайней мере, в смысле языка, да, в смысле трансформации слова он авангардист. И вот интересно очень вы мне говорите о том, что действительно я понимаю, что это не то беспросветный мрак его колымских рассказов, он чорен, конечно, но там постоянно появляются люди с прямой спиной, которые умеют противостоять этому мраку и которые остаются людьми. Но при этом он на религию никак не полагается. Нет. Он антирелигиозен. Сын священника. Несмотря на вот этот вот пронзительный рассказ «Крест», как священник разрубает вот это вот свой последний крест. «Золотой». Об его отце. Об его отце, конечно. Ну, надо сказать, что отношения Шаламова с отцом были очень непростые. И там... Ну, ему нужно просто посоветовать прочитать четвертую Вологду, повесть его автобиографическую. Но Шаламов написал, что он потерял веру к Богу в шесть лет. И до конца жизни он верующим не был. Это еще один из тех аспектов, которые его разводят с Луженицыным. Не факт того, что он был неверующим. Он с уважением относился и к священникам, и к религиозным людям. Хотя был чуждый всякой мистики. Сергей Юрьевич Неклюдов, который прожил с ним 10 лет в одной квартире, он подчеркивает, что он был почему-то антимистическим человеком. И всяческие заигрывания с мистикой и суевериями его просто раздражали. Но при всем при этом он не видит в религии выхода из той экстенциальной катастрофы, которую он показал в колымских рассказах. Для него это, конечно, не выход. Опять-таки, кстати, как и для Примы Леви. Вот для другого узника Освенцима, правда, Освенцима пробыл недолго совсем, узника нацистских лагерей, Виктора Франкла, психолога знаменитого. Вот для него это выход. Для Сорженицына это выход. Для Шаламова нет. И у него есть специально рассказ, написанный на эту тему, который называется «Необращенный». И он подчеркивает, что выход из человеческих трагедий не всегда религиозный. А в чем выход Шаламова? В чем так вот это вот... Ну, не знаю, пафосно слишком звучит завещание Шаламова. Но если, так сказать, попытаться дистиллировать, где выход из вот этого вот мрака Колымы? Это вопрос... Вопрос, надо сказать, весьма даже для меня непростой. Но мне кажется, что вот этот тезис о совпадении слова и дела, наверное, это шаг в этом направлении. И плюс, то, что очень важно, наверное, подчеркнуть, опять-таки, это может прозвучать банально, но это, конечно, неприемлемость государственного насилия, отчуждения человека. Шаламов подчеркивает, у него есть рассказ, как это началось. Когда он описывает, как Колыма, которая до этого была лагерем-то производственным, превращается в лагерь уничтожения в 1937 году, который уничтожает и тех людей, которые создавали эту лагерную систему. Но он очень четко выстраивает генеалогию вот этого лагерного растления, когда была введена перековка и когда моральной становится физическая сила. Если ты сильнее, ты получаешь большую пайку. И кто стоит в роли манипулятора за этой системой, кто стравливает блатных и политических, точнее, натравливает блатных на политические государства. Да. Кстати, это тоже роднит сталинский лагерь с нацистским лагерем. Трагический опыт Колымы, трагический опыт Шаламова и опыт воздействия государства на общество, воздействия государства на личность. Мне кажется, мы это все должны еще переосмыслить. И то, что сейчас у нас произошел этот разговор с Сергеем Соловьевым, та мемориальная доска Шаламову, которая была открыта, тот семитомник, который был издан, это только первые камни в основании этого фундамента. Мне кажется, что мы должны дальше читать и вспоминать Шаламова. И я надеюсь, что когда-то Россия придет к тому моменту, когда мы поставим ему памятник, скорее, скорее, раньше, чем позже. Может быть, это будет тот памятник на пустующем ныне месте на Лубянской площади в Москве. Мне кажется, Шаламов, если там особенно отложить, обложить его им любимым сланником, и как встает сланник, точно так же там может подняться этот памятник. К тому моменту на Лубянке, конечно, будет музей репрессий, а там будет стоять, как некое напоминание, памятник Варламу Тихоновичу Шаламову. Я благодарю вас за участие в этом эфире. Сергей Соловьев, это была программа «Археология» Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи. Продолжение следует...